Приветствуем вас! Сайт floristics.info предлагает ленивым и уставшим цветоводам отдохнуть и послушать статью о том, как выращивать лаватеру в саду. Цветы лаватера или хатьма или дикая роза относятся к роду деревьев, кустарников и трав семейства мальвовые. Род немногочислен, насчитывает всего около 25 видов, произрастающих по большей части в Австралии, Восточной Азии и Средиземноморье. Название растения лаватера получила в честь известных в XVII веке натуралистов и врачей из Швейцарии братьев лаватер. В садовой культуре растение известно с XVI века, но в тренд попало лет 20 тому назад. В редком дворе не росли тогда эти высокие красавицы с яркими и нежными цветами. Сегодня лаватера в саду также популярна, как и два десятилетия назад. Благодаря непрекращающейся работе селекционеров, сегодня среди представителей рода лаватер множество однолетних и многолетних травянистых растений, достигающих высоту от 50 до 150 см, с хорошо развитой корневой системой, мощной кроной и крепкими ветвями. Листья у большей части видов лопастные, покрытые волосками и расположенные в очередном порядке. Цветки крупные, до 10 см в диаметре желтого, белого, малинового, куркорного или розового цвета, растущие одиночно или по несколько штук из пазух прицветников и образующие колоссовидные или кистевидные конечные соцветия, зацветающие в начале лета и цветущие до середины осени. Говорят, что цветок лаватера – растение для ленивых или для тех, у кого никогда нет времени. И в какой-то степени это утверждение справедливо – лаватера неприхотлива в уходе, нетребовательна к почве, засухоустойчива и не боится сильного ветра. Цветы лаватеры выглядят свежими в срезке больше недели. Посев лаватеры. Посадка цветков лаватера в открытый грунт осуществляется в конце апреля или начале мая и только в регионах с теплым климатом. Перед тем, как посадить лаватеру, в грунт под перекопку на один квадратный метр вносят по ведру компоста или перегноя и по две ложки нитрофоски. Затем грунт выравнивают, делают в нем бороздкой глубиной 1 см, проливают их теплой водой и сеют сухие семена лаватеры, а затем сверху присыпают их смесью садовой земли с перегноем в равных пропорциях и сразу накрывают посев прозрачной пленкой. Лаватера из семян прорастает, как правило, через неделю, а когда всходы достигнут 5 см в высоту, укрытие снимают, сеянцы прореживают и проводят рыхление участка с легким окучиванием. Если у вас не было возможности внести в садовый грунт удобрения до посева семян, первую подкормку в виде комплексного минерального удобрения вносят после снятия укрывного материала. Чтобы добиться более раннего цветения, существует выращивание лаватеры рассадным способом. Когда сеять лаватеру? Если вы планируете высадить рассаду в открытый грунт в мае, посадка лаватеры на рассаду осуществляется в начале марта. Перед тем, как сеять лаватеру, необходимо поместить на дно рассадных ящиков дренаж, а сверху приобретенный в цветочном магазине грунт для рассады, затем почву нужно полить теплой водой и, заглубив в нее семена буквально на 1 см, накрыть посевы стеклом или пленкой и поставить в светлое место. Удаляйте конденсат со стекла и увлажняйте грунт по мере необходимости. Недели через две появятся всходы, которым для успешного роста может понадобиться дополнительная подсветка. При недостаточном освещении сеянцы слишком вытягиваются и истончаются. Как только семена прорастут, стекло можно убирать. Уход за лаватерой до пересадки ее в открытый грунт будет состоять в периодическом увлажнении почвы и поворачивании емкости с сеянцами вокруг своей оси для достижения равномерного развития всхода. Выращивание цветов лаватера семенным способом не предусматривает пикировки всходов. Подросшие и окрепшие сеянцы сразу высаживают в открытый грунт. Посадка лаватеры в грунт осуществляется тогда, когда минует угроза заморозка – с конца апреля в районах с теплым климатом и в конце мая в местности с более прохладными условиями. Для лаватеры предпочтительнее солнечное место с легким, рыхлым, хорошо дренируемым грунтом. Если вы собрались высадить высокорослый сорт лаватеры, вам нужно будет сразу же установить опоры для стеблей. Для посадки лаватеры воспользуйтесь схемой 20х25. Этого расстояния между саженцами и рядами будет достаточно, чтобы, полноценно развиваясь, растения выглядели компактно. Как вырастить лаватеры? Уход за лаватерой состоит в поливе растения по мере необходимости. Лаватера – растение засухоустойчивое, но все же пить нужно и ей. В засушливое время один раз в неделю из расчета 2-3 ведра на один большой куст. А если лето не слишком знойное, то можно и реже. Подвязывайте большие раскидистые кусты к опорам, чтобы они не выглядели неряшливо. Почву возле высокорослых растений можно рыхлить только до тех пор, пока растения не достигнут метровой высоты, потому что можно повредить поверхностно расположенную корневую систему растений. Вовремя удаляйте увядшие цветки, которые раскисают после дождя, превращаясь в слизистую массу, оставляющую ожоги на листе. Что касается удобрений для лаватеры, то первый раз ее подкармливают, как только она окрепнет после посадки раствором столовой ложки метрофоски и столовой ложки мочевины в 10 литрах воды, но это только в том случае, если вы не удобряли почву перед посадкой. Если же вы перекапывали грунт с удобрениями, то первую подкормку можно пропустить, второй раз вам нужно будет нести удобрения в самом начале процесса образования бутонов. Состав – по одной столовой ложке сульфата натрия и сульфата калия на 10 литров воды. Это норма на один большой куст. Вот, пожалуй, и все хлопоты с лаватерой. Как вы уже убедились, посадка и уход за лаватерой под силу даже новичку. Не изнурит вас и борьба с вредителями и болезнями, поскольку лаватера поражается и теми, и другими крайне редко. Иногда случается нашествие на садовый участок тли, тогда достается и лаватере. Избавиться от этой беды можно обработкой растений системными препаратами – октарой, биотлином или препаратами комбинированного действия – октеликом или окарином. Иногда лаватера страдает от заражения ржавчиной, которая проявляется бурыми, коричневыми или желтыми пятнами с нижней стороны листьев. Необходимо удалить все пораженные болезни части, а растения обработать бордосской жидкостью, купрексатом или топазом. Сильно пораженные ржавчиной экземпляры лучше удалить с участка и сжечь. Как и когда собирать семена лаватеры? После того, как цветки лаватеры увянут и опадут, на их месте обнаруживаются зеленые коробочки с семенами, которым нужно дать созреть. Показателем зрелости семян является высохшая коробочка, поменявшая цвет с зеленой на коричневую. Скройте одну из них. Если семена серо-коричневые и легко высыпаются из коробочки, можно приступить к их сбору. Обычно это происходит в начале осени. Коробочки осторожно срезают, высыпают из них на бумагу семена, которые досушивают в сухом вентилируемом помещении на газете, а потом хранят в бумажном пакетике или полотняном мешочке. Однолетняя лаватера подлежит утилизации, а участок из-под нее – перекопки. Имейте в виду, что лаватера размножается самосевом, и следующей весной на этом месте может без вашего участия образоваться клумба. Многолетняя лаватера зимует в грунте. Нужно пригнуть ее стебли как можно ниже к земле, закрепить их в таком положении и укрыть сухой листвой, лапником или укрывным материалом. Виды и сорта лаватеры. В культуре выращиваются три типа лаватеры. Лаватера однолетняя, которую представляет вид лаватера трехмесячная. Лаватера многолетняя, представленная лаватерой тювингенской. И двухлетняя лаватера, единственным представителем которой является лаватера бревовидная. Лаватера трехмесячная. Однолетник высотой до 120 см. Нижние листья с сердцевидной или округлой формы с зубцами по краям. Верхние – трех- или пятилопастные. Цветки одиночные, воронковидные, диаметром до 10 см, растущие из пазух листьев. Чем ближе к верхушке растения, тем гуще растут цветки и тем короче цветоносы. Пятилопастный венчик карминного, белого или розового цвета. Культивируется этот вид с 1620 года. Цветет очень обильно с июля. Сорта. Сильвер кап. Лаватера розовая с бордовыми жилками и серебристым отливом высотой до 70 см. Мон блан. Белые цветки с темными жилками высотой 60 см. Рубиновая королева. Сорт с мощными ветвистыми стеблями до 1 м высотой и с цветками насыщенно-карминного цвета. Красотка. Могучий куст с крупными сверкающими соцветиями белого, карминного или розового цвета. Богиня солнца. Смесь семян высокорослой лаватеры. Высота куста 110 см. Красивые темно-зеленые листья. Диаметр цветка 6 см. Лаватера богиня солнца представлена широкой палитрой цветов. Новелла. Розовая низкорослая лаватера высотой до 20 см, которую можно выращивать в контейнерах, но в саду она вырастает до более существенных размеров. Лаватера тюрингенская или собачья роза. Мощный ветвистый многолетник высотой до 2 м с сердцевидными и округлыми жестко опушенными листьями серо-зеленого цвета. Нижние листья лопастные, верхние – цельнокрайние. Одиночные розовые цветки диаметром до 10 см появляются на длинных цветоножках из пазух листьев. Сорта. Лайлак пледит – сиреневая лаватера. Айкетчер – лаватера с цветками густорозового цвета. Бургундивайн – розовые цветки с темно-фиолетовыми жилками. Барнслей бэйби – сорт с нежными белорозовыми цветами. Лаватера древовидная. Двухлетняя лаватера с прямым стройным стеблем высотой до 2 м. Листья овальные – до 20 см длиной. Красновато-пурпурные цветки с более темными жилками похожи на цветки гимискуса, а формирующиеся на их месте после отцветания шаровидные плоды похожи на головки сыра. Цветет с начала июня до середины сентября. Есть пестролистные формы. Сорта – розеа – лаватера с эффектными розовыми цветками. Кэнди-флосс – светло-розовая лаватера. В теплых районах растет еще один вид лаватеры – лаватера приморская. Второе название – лаватера бекалор – она получила за двухцветную окраску цветков, двух оттенков сиреневого цвета. Высоту лаватера приморская достигает 1,5 м. Лаватера критская – можно выращивать в условиях нашего климата также лаватеру критскую, травянистое растение высотой до 180 см, с прямостоячими ветвистыми войлочно-опушенными стеблями, такими же ворсистыми округлыми пятилопастными или семилопастными листьями до 20 см в длину, с сердцевидным основанием и тупой вершиной, и с мелкими зубцами по краю. Цветки у нее до 3,5 см в диаметре, пурпурного и ливелового цвета, собранные по 2-8 штук в пазухах листьев. Лаватера мавританская – в самых теплых районах нашей страны можно вырастить и лаватеру мавританскую – невысокое растение до 80 см высотой. Стебли у нее войлочно-опушенные, прямостоячие, ветвистые, листья округлые, лопастные, с заостренной верхушкой. Цветки пурпурного цвета диаметром до 3 см. Интересна лаватера не только своими декоративными качествами, но и целебными свойствами. Препараты с ее содержанием применяют при лечении кашля, простуды, головных болей, кишечных расстройств, преломоте в суставах и мышцах, гастрите и гинекологических заболеваниях. Свежие листья лаватеры тюрингенской эффективны при лечении незаживающих ран, лишаев, фурункулов и других гнойных образованиях. Надеемся, наш рассказ помог вам найти ответы на ваши вопросы. Мы будем благодарны, если вы поделитесь ссылкой на статью в социальных сетях и оцените ее непосредственно под статьей. Также будем рады вашим комментариям. Всего доброго, до новых встреч на floristics.info Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok